Перепись населения проходит во всём мире уже несколько столетий. На нынешнем этапе как России, так и за рубежом учёт всех людей на определённой территории проводится один раз в 10 лет. Для того, чтобы знать, как развивать государство, регион, муниципалитет, необходимы данные по статистике населения. Всероссийскую перепись населения организует и координирует Федеральная служба государственной статистики Росстат. Но непосредственно в подготовку и проведение переписи вовлечены многие ведомства, институты и службы. В отличие этой переписи мы её называем первой цифровой переписью. Традиционно ранние переписи проводились на бумажных носителях, то есть переписчик. Вооружённые переписной документации, бланки переписи в портфеле шёл в народ с этими бумагами и переписывал. И также мы дальше обрабатывали эти бумажные носители. Сейчас, в связи с таким стремительным развитием информационных технологий, Росстат запустил такую первую цифровую перепись. В этой переписи 897 переписчиков будут ходить по домам горожан с электронными планшетами, в которые уже загружена вся необходимая адресная информация. Это значительно упростит и ускорит процесс переписи. Также теперь можно будет переписаться самостоятельно через сайт госуслуг. Сама перепись населения в России началась 15 октября. Первые три дня было уделено подготовке и дополнительному инструктажу переписчиков. Проводят неоднократные обучения с нами. Мы прошли инструкцию полную. В полном объёме нам дают разъяснение, как нужно проводить перепись, как нужно разъяснять вопросы людям задавать, чтобы они могли, не боясь, также нас доброжелательно встречать и нам отвечать на поставленные вопросы. В принципе, подготовка прошла на должном уровне. Я думаю, что с переписью мы справимся. Актуальный вопрос. Как отличить сотрудников Росстата от мошенников? Во-первых, реального переписчика можно узнать по специальной экипировке и наличию удостоверения с подписью и печатью ведомства. Он никогда не попросит у вас никаких документов, не спросит о размере доходов и других конфиденциальных данных. Предварительные итоги переписи планируются на конец декабря-начало января. А вот окончательные будут готовы не раньше следующего года. Алина Таганова, Мурат Кемрюгов, Архивис 24.